Быть здоровым это модно. С таким жизнеутверждающим названием в Заречном парке прошел спортивный фестиваль среди старшеклассников. Наша команда готова всегда. Удача от нас не уйдет никогда. Мы в четвертой походкой победам идем. Первое место мы точно займем. Акция собрала команды из 10 школ. Кроме Лужских приехали ребята из Мшинской, Серебрянки, Осмина и Толмачева. В этот раз участников больше, чем в прошлом и позапрошлом годах, утверждают организаторы. Отдел по молодежной политике администрации Лужского района и спортивно-молодежный центр. Да и программа стала интереснее. Новые станции. Это вообще здорово. Классно. Вот это вот большое интересное что-то. Прямо с мелкого на соревнования ездил. Все нравится. Возле сцены расположились танцы с дартсом и крошечными столами мини-тенниса. А между небом и землей преодолевали препятствия веревочного городка. Давай, 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 давай. На землю. Анюта, давай, бегом, бегом, бегом. Анюта, давай. Рядом парами проходили лабиринт. Сложность была в том, что ребята были связаны друг с другом веревкой. Самым быстрым и, наверное, самым взрывным соревнованием было перетягивание каната. И еще неизвестно, кто переживал больше – участники или наставники. Ты, конечно, переживаешь, когда дети участвуют. Ты сам с ними живешь в этом. В прошлом году мы заняли третье место. Программа была более легкой. Мы готовились, были уверены, что мы победим. Все изменилось. Мы не готовы к данным соревнователям. Экспромтом пробуем, волнуемся за детей. В канате мы побеждаем. Уже вторую команду обыграли. Зря волновалась Евгения Гаврилова. Самая представительная с точки зрения формы. Команда оказалась и самой спортивной. Школа Осмина победила. На втором месте оказались также гости из района. Команда Толмачевской школы. А хозяева школа номер два добилась третьего результата. Хотя в этих соревнованиях действительно важна не победа, а участие. Во-первых, это дружба. То есть их что-то должно соединять вместе. Что мы сейчас можем детям предоставить. Но самое элементарное – это спорт. Дети привлекаются к здоровому образу жизни. Они заинтересованы. Они хотят победить. Они готовятся. Все свободное время они посвящают подготовке к соревнованиям. Быть здоровым – это модно. В этот раз об этом заявило более 150 участников соревнований. Что еще модного у современных старшеклассников, мы спросили у самих ребят. Мы все занимаемся спортом. У нас дружный класс. Я считаю, это важно. На машинах ездить, мне кажется, вот это потом. Ну, вот спорт тоже довольно модно. Когда человек, он, ну, у меня знакомый, он очень там качается так хорошо. Ему всего сколько? 14 лет, а он уже такой нормальный выглядит. Это тоже считается, как здорово. Ну, вот курение тоже сейчас набирает популярность, мне кажется. Это дети считают себя взрослыми и поэтому курят, мне кажется, из-за этого. У меня в школе много чего модного. А лично для тебя? Лично для меня. Заниматься спортом. Какой выбор сделают дети во многом зависит от взрослых. Что будет в моде у родителей и учителей, то будет в тренде у молодежи. Поэтому чем больше будет таких акций, чем активнее их будут поддерживать власти, учителя и родители, тем более модным будут спорт и здоровье.